Всем привет! Сегодня у меня на взоре телефон от компании Xiaomi Mi Play. Заказал он на Алиэкспресс, стоимость его 8000 рублей. В России такой телефон стоит 11500 в ДНС. Юмор предлагает привезти его из Китая через их сайт за 9500, но он без гарантии и месяц ждать. Этот же продавец отправил мне его в течение 10 дней. Хорошо упакованный. Пришел он в такой вот коробочке. В комплект входил вот такой вот силиконовый чехол. Я так думаю он идет ко всем телефонам, потому что он четко лежал там внутри прям запакован в коробочку, в отдельную. Вот в такую. То есть я так думаю он идет в комплекте. А телефон лежал отдельно от этой коробки, что странно. Но все хорошо как бы запакован. Прошивка глобальная. Она сразу же обновилась. Евробилка на 2 А. И пожалуй буду сравнивать его с предыдущим своим телефоном от компании Xiaomi, который у меня пробыл. Два с половиной года без всяких глюков, сбоев в работе. Проработал он и сейчас работает. Единственное, что у него плохо стали работать, это нажиматься боковые кнопки. Вот через раз. И звук. То есть нужно сильно жать. Это в принципе болезнь у многих телефонов, не только эта компания, но и у других. И вот сравнить я буду с ним. Хотя это дешевая модель, но они умудряются сейчас даже удешевлять на новых моделях. Что здесь? Нету инфракрасного диода, который здесь. То есть программы пульта нету. Это кстати очень большой минус. Допустим у меня здесь заложены все телевизоры в доме. Можно было управлять их с телефоном. Нижний световой индикатор здесь на новом очень маленький. И он одного цвета белого. То есть, допустим, здесь я ставлю зеленый на смс, красный на пропущенный вызов, фиолетовый или еще какой-нибудь на события в онлайн сети. То есть сразу если выключен телефон, видно, какое событие там произошло. Нижние вот кнопки, как и во многих современных телефонов, вынесены на экран. Я считаю это тоже минусом. Удобнее, когда они на большом расстоянии внизу, как вот на старом телефоне. Здесь же толку с того, что большой экран допустим. Если внизу здесь кнопки, а верхняя, ну как бы вот в камеру вделана, то есть здесь уведомления вверху уже не отображаются. Им там некуда отображаться, как на старых моделях. Хотя, ну, прошивки, программное обеспечение на обоих стоит MIUI 10. Здесь на Android 7, здесь на Android 8. Ну, они абсолютно ничем не отличаются. Как видите, все летает, все здорово. Здесь же оперативной памяти 4 гигабайта, встроенная 64. Конечно же, этого достаточно для повседневного онлайн серфинга. И в выполнении каких-то задач, видеомонтажа, напечатать какой-то текст. Естественно, он с этим всем справится. Визуально, конечно же, Mi Play выглядит современно. Сзади у нас две спаренные камеры. Экран большой, как говорю, 5,85 дюймов. И стильно, что у него камера внутри, фронтальная камера внутри дисплея. Отпечатком пальцев я здесь не пользуюсь. Здесь он просто, что докасайтесь сзади, он просто разблокируется. Что, допустим, два раза нажать на экран, тоже разблокируется. Дело в том, что нужно ставить, если стоит отпечаток пальца, еще какой-нибудь графический ключ или пароль, или там числовой код. Если же вы его потеряете, если вы ставите отпечаток пальца, то, наверное, либо сделайте функцию, чтобы написано было на экране блокировки дополнительный номер телефона, как вам его вернуть. Либо сзади вставьте бумажечку. Это такой вам совет. Может быть, добрые люди его найдут и вам его передадут. Дело в том, что был случай у моего знакомого такой, что от хорошего удара навернулся и сенсорный датчик, и здесь разбилось стекло, сенсор. То есть нажимает он в другом месте. Он никак не может ввести этот код, и все, все данные, считай, на телефоне пропали. Потому что если его сбросить, чтобы этот код сбросить, то пропадут все сотрудницы в вашей фотографии. Синхронизировался он, этот телефон, с моими аккаунтами Xiaomi. То есть перенес все программы, даже те, которые оставил с ФОПДА. Сами понимаете, какие без доната, без рекламы. И что хорошо, ну на это ушло часа два. Так что готовьтесь, это очень долго, если синхронизация происходит. То есть вы настраиваете телефон не как новый, а как, допустим, со старого перенести на новый. То готовьтесь. Будет час обновляться, часа два вставить все эти программы. Камера. Я приложу, конечно, образцы в конце видео. Делает портреты. Снимает видео в Full HD. Единственное, минус 30 кадров в секунду. Не способен он снимать 60 кадров, а хотелось бы. Но видео довольно-таки качественное. И плюс здесь нормальный, наконец, динамик. Не знаю, вот на первых в Xiaomi, он задушен фильтрами. То есть слышно только, если близко разговаривать с ним. То, что происходит дальше, ничего не слышно практически. Все заглушено. Динамик расположен один внизу. Для симметрии тут, конечно, отверстие еще слева. И он, по сравнению с этим телефоном, звучит объемнее, звучнее. Ну, давайте вот на старом включу, которому почти три года. Коротенько. Сейчас музычку поставлю. Конечно, желательно ставить один и тот же трек. Ну, сейчас на все. В принципе, меня устраивает, как и здесь играл. Но здесь играет немного лучше. Объемнее, так сказать, басистее. Здесь у нас лот под две нано-сим-карты. Микро-карточку. Советую тоже ставить карточку памяти. Допустим, кто-то скажет, нормально, 64 ГБ. Но, если что-то случится с телефоном, сломается, разобьется. Вы хотя бы карточку с фотографиями и видео вытащите из него. Поэтому советую ставить ее отдельно. Игрушки все тянет. В принципе, там, его попавшуюся скачал. Прямо громко так надо потише сделать. Что самое интересное, даже управление перенеслось с того телефона. Вот все настройки игр, все перенеслось. Заряд-то microUSB снизу. Для меня это плюс. Почему? Потому что можно воспользоваться в машине, как в качестве навигатора. Поставить, и чтобы провод не торчал сверху, а снизу уходил где-то в панель. Ну, сейчас приложу, конечно же, видео. Ссылки на этот телефон оставлю внизу. Сейчас я наклеил временно универсальное стекло. Потому что не успело прийти стекла из Китая на него. Субтитры сделал DimaTorzok Какие они злые. Эй, привет, привет, привет. Все, идите, идите к маме быстро Субтитры сделал DimaTorzok